Ну а мы же между тем продолжаем, и в этом году театральный мир отмечает 400-летие со дня рождения Жанна Батиста Мольера, создателя классической комедии. В нашем городе весь октябрь будет проходить масштабный фестиваль «Петербург. Пространство Мольера». Чем будут удивлять зрителей и посетителей? Сейчас узнаем, передаем слово нашей коллеге Ксении Сотниковой. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите о костюме, его истории, кто его придумал? Костюм этот из фонда Эльфандринского театра, который нам любезно предоставили на выставку и создан. Он был для постановки 1929 года, который поставил Петров и Соловьев. И выполнены они по эскизу Николая Павловича Акимова, выдающегося художника и последующего главного режиссера театра комедии. Какие еще костюмы представлены? Я вижу, вот очаровательный чепчик. Да, этот чепчик был создан Александром Яковлевичем Головиным для другого спектакля «Дон Жуан» 1910 года, более ранее. На Александринской сцене его поставил Мирхольд. Это был известный, знаменитый, культовый, как вы сейчас сказали, спектакль. И в этом чепчике Елизавета Ивановна Тима играла очень много лет Шарлотту, крестьянку Шарлотту. На выставке книги, экземпляры пьес Мольера. Расскажите, что они из себя представляют? Да, вы как раз показали на очень интересные экземпляры. Они хранятся в коллекции князя Лобанова Ростовского. И в этих конвалютах, как говорят профессионально-библиотичным языком, такие сборники, в них собраны разные произведения, в том числе прижиненные издания Мольера. И вот этот сборник называется «Ликоль де Фам». И посвящен он пьесе Мольера «Школы жён». Но здесь не только эта пьеса. Здесь и пьеса «Критика школы жён», которая была создана Мольером в связи с тем, что выход этой постановки в полирояль вызвал бурю в обществе. И были как сторонники, так и противники. Это экземпляр Тортьюфа, который был использован при постановке на сцене Александринского театра. Здесь вот вариант монтировки. Это такой рабочий архивный документ, где фиксировались бутафории или костюмы, мизансцены, разные были варианты. А вот здесь вот этот листочек, тоже архивный, он как раз относится к постановке 29-го года. И костюм к этой постановке Аргона мы только что рассматривали. Расскажите о фестивале, помимо театральной библиотеки, на каких площадках он пройдёт, что ждёт посетителей? Можно будет посмотреть различные спектакли по пьесам Мольера в разных театрах. И Мизантроп, и Тортьюф, и Лекарь по неволе. Будут работать, конечно, и выставки, и библиотеках в том числе. Ирина, спасибо вам большое. Друзья, это не вся экспозиция. Во втором включении покажем вам кукол из спектакля по пьесе Мольера «Лекарь по неволе». Ну а мы же продолжаем и возвращаемся на фестиваль «Петербург. Пространство Мольера». Театр марионеток имени Демини показывает кукол из легендарного спектакля «Лекарь по неволе». Вот где их можно увидеть? Знает Ксения Сотникова. Передаём ей слово. Ксения. Да, коллеги, ещё раз доброе утро. Мы продолжаем смотр новой экспозиции в театральной библиотеке. Здесь представили шесть кукол героев постановки «Лекарь по неволе» по пьесе Мольера. Спектакль показали в 1959 году на сцене Ленинградского театра «Кукол». Его поставил Евгений Демини. Но все подробности узнаем у Ирины Хатко. Ещё раз здравствуйте. Доброе утро. Расскажите о куклах, что это за герои и о самой постановке. Да, эти замечательные куклы нам представил на выставку театр марионеток имени Демини. Тогда руководитель, а нынче театр называется его именем. И здесь мы видим главных героев. Это сам Сгонорель в костюме лекаря, его супруга Мартина. Вот такая замечательная пара влюблённых Люсин де Леандер. Эти куклы выполнены по эскизам замечательной художницы Татьяны Георгиевны Бруни. Куклы вырезаны из дерева. И выполнила эту работу художник-скульптор Мария Яковлевна Артюхова. Кукол сопроводили ещё и фотографиями. Я, насколько понимаю, на них запечатлены артисты и само действие на сцене. Да, совершенно верно. Здесь как раз мы можем увидеть артистов за ширмой. Но меня поправили профессионалы, сказали, что кукольники называют её тропа. И вот они за тропой, а куклы внизу. На выставке также представлена графика. Расскажите, что это за персонажи? Кто изображён? Да, графика – это работы замечательного театрального художника и живописца Александра Яковлевича Головина. Эти гримы и бутафория выполнены им для спектакля «Мирхольда» 1910 года, который был поставлен на Александринской сцене. Мы видим грим, например, для Юрьева и Варламова. Это главные исполнители роли Дон Жуана из «Гонореля». Причём Юрьев, он играл эту роль и в первой премьерной постановке, и в постановке 1932 года, которую сам «Мирхольд» возобновлял на сцене Александринского театра. Вернее, тогда уже театра драмы. Я вижу также театральные афиши. Какого они времени и на какие постановки по пьесам Мольера приглашают зрителей? Это всё тот же комплекс материалов. Здесь программа первой премьерной постановки «Мирхольда» Дон Жуан. Это афиша к спектаклю «Тартюф» на той же сцене, но она уже называлась «Государственный театр драмы», потому что времена изменились, 1929 год. И этот спектакль оформлял другой выдающийся художник Николай Павлович Акимов. Здесь два эскиза костюма его рукой выполнены и афиша. Расскажите, что это за костюмы? На них написано «Гигиена, отрада, буржуазной семье». Казалось бы, какое отношение это имеет к Мольеру, но тем не менее, это 1929 год. Поиск новой драматургии на советской сцене уже. И в этом спектакле были придуманы несколько интермедий, таких сатирических. Ирина, спасибо вам большое. Друзья, я напомню, что экспозиция в театральной библиотеке – это часть фестиваля «Петербург. Пространство Мольера». Он пройдет сразу на нескольких площадках. Это будут кинопоказы, выставки, спектакли. И продлится фестиваль до конца октября.